Далее, в обережные поселки и восточный микрорайон были расселены поначалу непосредственно, как говорила Ирина Коробко, в центральную часть Левого берега. Да, это учреждение культуры, учреждение здраво, это территориальные центры, где можно было локализировать людей и обеспечивать их продуктами и водой. Но, к сожалению, мы все пережили 2014-2015 год и понимали, что, наверное, это будет по такому же принципу, как в 2014-2015, не будет все так страшно. Поэтому никто не надеялся и не ожидал, что будет обстрел непосредственно центральной части Левого берега, не говоря уже о центре города. Поэтому постепенно, естественно, мы находили, когда эвакуировали Сартану 27 февраля, мы находили эти места уже в центральной части города, надеясь, что центральную часть города трогать не будут. Это были наиболее комфортные в первое время места в общежитиях, то есть мы полностью засеряли наши общежития, которые были на Казанце, у нас строители. Но с каждым разом количество жителей, которые были эвакуированы с Восточного и, в принципе, со всего Левого берега росло. Сначала это были десятки, потом это были сотни, потом это были тысячи, и на одной локации могло быть до 4000 человек. То есть это было большое скопление людей, которых нужно было обеспечить водой, едой и необходимым. Людям необходимо было еще, мы все помним, что было очень холодно в эти дни, было до минус 10 градусов мороза, и людям необходимы были матрасы, людям необходимы были пледы, необходимы были одеяла. Поэтому данные мероприятия проводились также из близлежащих детских садов, которые не подвергались обстрелу, привозились матрасы, привозились теплые одеяла и пледы для того, чтобы люди могли размещаться наиболее комфортно, или хотя бы чтобы людям было тепло, и мы понимаем, что не было ни газа, ни света. И муниципалитет совместно с бизнесом в тех локациях, где было массовое скопление людей, старался обеспечить эти локации едой, в том числе и субпродуктами долгого хранения. Завозились холодильные камеры, завозились субпродукты для того, чтобы люди могли, помимо того, что развозилось УСЗН, управление социальной защитой, еще и люди могли сами обеспечить себя субпродуктами, которые мы загружали в холодильнике. Но, к сожалению, через два дня была потрачена масса времени, была потрачена силы сотрудников муниципалитетов, но через два дня пропал свет. И мы понимали, что все, что было сделано на протяжении этого времени, все, оно потеряло там свою актуальность, и люди не могут воспользоваться теми субпродуктами, которые были загружены в холодильные камеры. Каждый раз при объезде локации, локации эти можно было посчитать по пальцам, мы знали, где у нас массовое скопление людей, мы знали, куда нужно подвезти воду, куда нужно подвезти продукты. И каждый раз ты приезжал и удивлялся, какое количество людей, оно росло там с геометрической прогрессией, их все больше и больше было. И переживания, когда обстрелы начинались в начале марта, с числа 5-го, обстрелы начинались уже с центрального района очень жестко, ты переживал, что ты утром поедешь, после штаба поедешь на свои локации, для того, чтобы посмотреть, в чем есть потребности людей, какое количество людей размещено, и сможет ли данная локация принять еще людей, ты переживал, чтобы эта локация, помимо того, чтобы принять еще людей, чтобы она оставалась целой. Потому что там было на некоторых локациях, я же говорю, до 4 тысяч человек, и на некоторые локации после определенного числа не было даже доступа. То есть для того, чтобы довезти людям воду, русские войска, это если мы берем микрорайон 17, да, у нас там кинотеатр Савона, к сожалению, не пускали на те локации, где находилось более 4 тысяч человек. И коммунальный транспорт с большим трудом пытался туда проехать, для того, чтобы подвезти элементарно людям воду, элементарные продукты. И каждый раз, естественно, что мы все люди, и каждый раз тебе было все сложнее и сложнее выезжать на локации, потому что ты понимал, что у тебя в подвале, где ты в это время тоже проживал, у тебя тоже семья, у тебя тоже дети, и иногда спускался в подвал, просто так как я женщина, иногда плачешь. Благо, что в подвалах было темно, и не видно было детям, твоих слез не видно было, как действительно там тебе тяжело, а, наверное, детям показывать твои слезы нельзя. И вот наш вот этот менталитет человеческий, он дает возможность выжить в любой ситуации, но, правда, до сих пор остается непонятно, от чего нас освободил этот русский освободитель. Да, нас освободили от всего. Нас освободили от жилья, нас освободили от быта, нас освободили от родственников. Некоторые не могут найти родственников, у некоторых родственники погибли. Нас освободили полностью от всего, от чего можно было. Теперь, наверное, каждый мариуполец – это свободная птица в поле, которая скитается по всему миру и не может себе нигде найти пристанище. И до каких пор это будет происходить, только остается там молиться Богу и верить в нашу национальную гвардию, что все-таки Мариуполь вернется в Украину и все будет у нас хорошо.